Она ехала, как его девушка. Интересно. Странно. Очень странно. Не, ну, знаешь, мы же не видим вторую сторону медали. Может, там действительно что-то было. Алексей Калдари, привет. Продолжение следует... Завтра, я не знаю, насчет прямого эфира. У меня там, по-моему, график такой тяжелый. Может, если только вечером. Привет-привет, Алексей. Подписалась. Так, сейчас я посмотрю график. Я не знаю, буду я в эфире или нет. У нас... Ну, ничего такого, общаемся. Спасибо за подписку. Какое время? Ой, честно, я тебе не скажу. Я не знаю, хватит ли меня вообще завтра на эфир. Потому что я очень сильно устаю, если честно. Завтра. Либо днем. Это примерно в обед. Либо поздно вечером. Это, наверное, часов 9. Вот тогда. Давай, добавь. Он не поднимет руку на девочек. Для него это постыдно. Алексей, спасибо за лайки. Спасибо. Чем ты занимаешься? Завтра же суббота. Я работаю каждый день. У меня нет выходных. Ну, как сегодня есть. Я сама выбираю себе выходные. Сегодня так совпало, что у меня есть выходной. Да. На следующей неделе у меня вообще не будет выходных. Примерно ближайшие полторы недели. Вот так. Ну, это мой выбор. Видишь, я же сама решаю. Не вижу, Рома подписался. Привет, ты с Торонто в Винсте подписался. Привет. Спасибо за подписку в Винсте. Я работаю сама на себя. Я делаю маникюр. В Манитобе зимой холодно. Зима у нас закончилась неделю назад. У нас тут были сугробы. Холодно тут. Очень холодно. По минус 40, минус 45 по ощущениям вообще. Уходишь, замерзаешь в сосульку. Ну, вообще нормик, да? Я сама себя выбираю, хочу, я там работать не хочу. Мне сейчас просто надо подзаработать, поэтому я работаю так. Да, это моя первая зима. Было очень холодно. А ты знаешь Марину ту самую с Манитобой тоже? Какую Марину? Я не знаю никакую Марину. В общем, много людей живет. Не привыкайте. Да, а что поделаешь? Пока здесь живем. Сильно другого выбора-то нету. Она очень популярная блогерша с Манитобой. Я не знаю, кто тут блогер из Манитобы. А что она там снимает? Или что с ней не так? Почему смеешься? Какие песни какие-то печальные? Ну, если я плыву вечером, зайдешь вечером. Видишь, я работаю посередине дня завтра. Рано утром я не хочу вставать, а, наверное, я посплю. Универ какой? Я в Украине закончила универ. Полтавский экономика... Экономики и торговли. Да, покрывает. Гелик, привет. Гелик, брат. Я закончила этот... Закончила Черкасский кооперативный экономико-правовой колледж, а потом закончила Полтавский университет экономики и торговли. Я с Черкасс в Украине, я с Манитобе, ну, сейчас в Манитобе живу. Нормально здесь. Я, кстати, сначала жил в Виннипеге. Да, спрашивают, как тут в Манитобе, холодно или нет, и на кого я училась. Типа, я слышала, что ноготочки, лазерка, майки дороже здесь, чем у нас, но мастера такие себе. Ну, я как бы сама мастер ноготочков. И, знаешь, ко мне ходят и очень довольны. И если СНГшный мастер, то много зарабатывает. Не сказать, что много, но достаточно. На данный момент достаточно. Ну, со временем будет больше, пока клиентура набивается. Гелик, спасибо тебе большое за лайки. Красотка, спасибо. Да, ногти здесь, конечно, популярная тема. И, знаешь, приходят такие и говорят, наконец-то я тебя нашла, хорошего мастера. Это так приятно. Какая ты серьезная. Ну, может быть. СНГшные выстребованные, поэтому делают обычно лучше остальных. Ну, потому что стараются, как-то практика, потом техника другая. Я не знаю, в чем причина, но когда посмотришь на эти ногти местных, это... Не будем, короче, об этом. Печально. У тебя знакомые остались, с которыми ты приехал? У меня, кстати, были знакомые в Калгари. Я с ними больше познакомилась. Я не знаю.